В Пекине продолжается работа Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета. Одна из обсуждаемых тем создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями и повышение уровня их жизни. По данным шестой переписи населения в Китае проживают более 80 миллионов инвалидов, нуждающихся в помощи со стороны правительства и общества. Членом ВК НПКСК инвалид Люва Ичан стал уже во второй раз. Впервые во Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета он был избран в 2013 году, после того, как открыл в своем родном городе школу для детей с ограниченными возможностями. Все эти годы мужчина прилагал большие усилия к организации доступной среды для инвалидов в Китае. Некоторые его предложения уже реализованы. Я выдвинул предложение о необходимости предоставления людям с тяжелыми заболеваниями государственных субсидий. И в прошлом году оно было реализовано. У меня есть и другие предложения, в частности по совершенствованию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями передвижения. В больших городах в этом отношении успехи есть, но в маленьких населенных пунктах условия гораздо хуже. Людям нужна наша помощь. Для решения вопроса необходимо усилить контроль со стороны правительственных органов. Например, рестораны и гостиницы могут получить лицензию только после оснащения специального туалета и прохода для инвалидов. На переднем крае защиты прав нетрудоспособных членов общества находится и врач Лун Мо. Особое внимание она уделяет обеспечению прав детей с нарушением слуха. У меня несколько предложений. Первое. Включать затраты на покупку оборудования для инвалидов по слуху в медицинскую страховку. Эти аппараты очень дорогие и многим семьям не по карману. Что касается образования детей с инвалидностью, то в некоторых районах введено бесплатное школьное 15-летнее обучение. Я рада этому и предлагаю также поступить с дошкольным. В-третьих, я выдвигала предложение о подготовке специальных врачей, занимающихся восстановлением слуха. В Китае проживают десятки миллионов инвалидов с такой проблемой. При этом со старением населения число лишившихся слуха стариков постоянно растет. У нас будет большой дефицит специалистов в этой области. По данным статистики, в Китае ежегодно рождаются 20-30 тысяч детей с нарушением слуха. Искусственные ушные улитки стоят около 200 тысяч юаней. И приобрести их могут не все. На помощь пришло правительство. На эти цели с начала 13-й пятилетки было выделено 7 миллиардов юаней. Имея слуховой аппарат, дети могут посещать детский сад и постепенно восстановить способность слышать и говорить. За 20 лет работы с детьми с проблемами слуха я сама была свидетелем прогресса в этой области. Очень сильно изменились слуховые аппараты. Они стали цифровыми. И с 2009 года правительство постепенно начало финансировать их покупку. Сначала это были 500 человек. Но с каждым годом их количество увеличивается. В 2012-м уже 5000 детей могли бесплатно получить эти недешевые слуховые устройства. Причем финансирование идет и из центра, и из местных бюджетов. Это большой шаг. Более того, в Национальном исследовательском центре восстановления слуха и речи каждый год принимают более 200 детей из разных уголков Китая. Здесь работают десятки отоларингологов и коррекционных педагогов. И они добиваются отличных результатов. Но, по словам члена ВК НПКСК Лунмо, тысячи детей из отдаленных провинций еще ждут помощи. Задача государства и общества – дать им возможность жить полноценно.